Наша компания занимается проектированием и производством предметов интерьера из бетона. Находимся мы в Казани, но доставляем по всей России, по всему миру, куда угодно. Я 15 лет работал архитектором в семейном бизнесе. С бетоном сталкивался постоянно, один из моих любимых материалов. И спустя какое-то время мне захотелось открыть уже свою собственную мастерскую, свое собственное направление, предметов, которые будут запроектированы мной, и моей же компанией или мной уже произведены. С Тимуром мы познакомились за два года до организации Garage Factory. Тимур работал в строительной компании, которая реализовывала один из моих проектов. В один момент появился дизайнер, которому нужно было произвести несколько светильников и предметов интерьера. Часть знаний была у Тимура, часть у меня, и мы решили под этот заказ объединиться. Изначально мы взяли, арендовали гараж 70 квадратных метров, сделали там небольшой офис, поставили туда все свое оборудование, которое на тот момент могли найти. Первое время в этом гаражике мы лили домиром вдвоем все эти формы, изготавливали мастер-модели, замешивали бетон, обрабатывали. Так мы работали около года. Изначально все-таки этот проект задумывался как бизнес. И мы понимали то, что работая своими руками, мы не можем выполнять другие задачи. Поэтому мы приняли решение нанять некий штат сотрудников. Сначала это был один человек, потом добавился второй человек, это администратор, мастерской. Через год такой деятельности, когда у нас уже работало два мастера, администратор производства, мы с домиром, пришли к выводу, что нужно расширяться еще больше, что нам нужен все-таки отдел продаж. У нас также появился ментор, который подсказывал, как можно было бы всю эту тему продвинуть. Стартовые инвестиции составили 705 тысяч, из которых 400 тысяч была предоплата клиента, а 300 тысяч – это было наше оборудование, которое мы просто с домиром нажили до этого проекта. Предоплату мы получили от клиента, который захотел открыть бургерную. Дизайнер, который проектировал это помещение, спрашивал, а кто это может реализовать? Мы сказали, что мы с домиром это сможем сделать. Мы делали плитку объемную из бетона, делали светильники, люстры, также это были столы и декор. Из этих 700 тысяч – 40 тысяч ушло на аренду за два месяца. Ремонт потребовал 40 тысяч. ЧПУ, станок и 3D-принтер вышли на 300 тысяч. Стеллажи обошлись в 10 тысяч. На сайт мы потратили всего 5, потому что мы его делали сами. И 10 тысяч рублей на административные хозяйственные расходы. Что объединяет все наши предметы? Во-первых, нам нравится цвет бетона, потом нравится его фактура. То есть мы стараемся открыть текстуру бетона, не делать ее идеальной, ровной, рафинированной. Мы очень долго были противниками покраски бетона. Хотя сейчас постепенно приходим к тому, что даже в цветном бетоне тоже можно найти свою прелесть. У нас три основных направления. Первое – это направление света. Второе – это кашпо и вазоны. И третье – линейка корпоративных подарков. Также мы можем делать под заказ малые архитектурные формы. То есть это от небольшого вазона до вазона диаметром 2,5 метра уличного. Самые наши любимые предметы – светильник луна, светильник грааль и коллекция вазонов Айсбург. Идея кашпо и вазона Файсбург состояла в том, что мы хотели сделать форму, которая сможет выглядеть по-разному, даже если мы поставим в один интерьер 5 одинаковых вазонов. То есть мы постарались ее сделать граненой, так что при любом повороте она уже меняет как силуэт, так и светотень. Ценообразование наших предметов может составлять и 350 рублей, это вот визитница из бетона. И самый крупный предмет – это у нас торшер Арма, который стоит 45 тысяч рублей. У него много металлических деталей, которые очень дорого стоят. То есть это лазерная резка металла, это сварка, это полимерная покраска, это токарка. Все металлические детали торшера Арма делаются на аутсорсе. Бывают корпоративные заказы, в которых набирается очень большой объем предметов. Допустим, это может быть 350 штук, и стоить этот заказ может миллион. В нашем прайсе более 90 позиций, но мы не производим их все под склад. То есть мы смотрим по обстановке, какие позиции пользуются популярностью в этом году, в том полугодии. И таким образом понимаем, какие позиции нужно сейчас произвести побольше, чтобы потом не было проблем с их отсутствием. А в 2018 году мы совершили 390 сделок и продали порядка 5000 изделий. Давайте, к примеру, разберем стоимость светильника Грааль, розничная цена которого составляет 8000 рублей. Трос, провод, патрон и покраска составляет 500 рублей. Специальная фурнитура 650 рублей. Потолочное крепление 600 рублей. Бетон 90 рублей. Аренда 360 рублей. Налоги 400 рублей. Маркетинг 100 рублей. Фот забирает 1300 рублей. Упаковка одного светильника 160 рублей. Амортизация форм занимает 30 рублей. Для чего это нужно? Потому что у каждой формы есть свой ресурс работы. А итого прямых затрат 4190 рублей. Таким образом, торговая наценка составляет 3810 рублей. Наша мастерская находится в Казани, и доставка не входит в стоимость товара. Но зачастую она составляет не очень много, это порядка 3-5% от цены товара. Может показаться, что со светильника Грааль мы достаточно много зарабатываем. Но по факту это розничные продажи, которых не так уж и много бывает. Мы работаем с магазинами и автовыми компаниями, которые забирают порядка 30-40% от розничной цены. Таким образом, у нас остается около 10%. Чтобы запустить новый объект, нам нужно сделать достаточно много действий. Даже если это свой серийный продукт, нам нужно изготовить мастер-модель. Нам нужно понять, какую форму сделать для этого. Потому что под разные задачи подходят разные материалы форм. После чего изготавливается сама форма. И все это стоит нам порядка 25 тысяч. После получения первого изделия мы уже смотрим все нюансы, тонкости. Если нужно где-то скорректировать технологию, мы вносим корректировки. И дальше уже идет процесс создания окончательной модели. Фотосъемка, каталоги и уже рассылка. Производство предметов интерьера из бетона у многих представляется довольно-таки таким простым и романтичным процессом. Когда есть форма, в нее залили бетон, на следующий день ее достали. И вот у нас все готово. На самом деле это далеко не так. Начиная от самого материала, от пропорций, которые мы используем, от даже рук, которые замешивают. Масса нюансов таких, как температура воздуха, влажность воздуха, температура воды. Даже такой песок используется. Все это создает большую вероятность того, что конечное изделие может либо треснуть, либо выйти не таким, как мы его видим. Получить не тот результат. То есть даже один и тот же раствор на одном маленьком изделии или на большом, он ведет себя по-разному. То есть вот эти процессы мы постоянно отлавливаем, постоянно пытаемся совершенствовать. Тут уже методом проб и ошибок, исключая постепенно факторы. Цемент, вода, песок, химия или еще что-то. Гараж-фектор изначально существовал как ИП. То есть у Данира было архитектурное ИП, и мы по нему первое время работали. Но потом поняли то, что нам все-таки нужно прям отделиться, то что гараж-фектор это уже больше, чем проект. И оформили ООО на приоритетных началах. У нас всего 9 человек, это четверо человек сидит в офисе и пятеро на производстве. Наше производство, где мы сейчас уже находимся, это 300 квадратных метров площади. Это два цеха. Цех по сборке, цех по заливке изделий. О том, что это помещение является гаражом, мы узнали не сразу, а узнали после того, как убрались и нашли большой транспарант, правила пожарной безопасности в помещениях гаража. То есть здесь вот чинились двигатели автомобилей. И мы очень обрадовались то, что случайно, совершенно случайно, мы все-таки попали опять же в гараж, с которого все и начиналось. Наши ежемесячные расходы составляют 955 тысяч рублей. Аренда 300 квадратных метров производства и 50 квадратных метров офиса составляет 110 тысяч рублей. Флот на 7 человек – 310 тысяч, налоги – 50 тысяч, сырье – 230 тысяч рублей, оплата подрядчиков – 70 тысяч. На усовершенствование технологий мы тратим 30 тысяч в месяц. Амортизация оборудования забирает 5 тысяч рублей. Модернизация производства занимает около 20 тысяч в месяц. Это такие вещи, как установка вытяжки, заливка полов и прочие хозяйственные расходы. Маркетинг и участие в выставках занимает 85 тысяч в месяц. Административно-хозяйственные расходы – 45 тысяч. Среднемесячная выручка компании – 1,2 млн. Чистая прибыль из этого – примерно 245 тысяч. Основной наш покупатель – это либо владелец какого-то собственного бизнеса, либо человек, который строит дом, делает интерьер, или какое-то коммерческое заведение, ресторан, офис. Вот к этому человеку мы приходим двумя путями. Либо через дизайнера, который проектирует их интерьеры с нашими светильниками, либо рекламное агентство, которое помогает ему найти то изделие, которое ему нужно, грубо говоря, подарить своему клиенту. Частный клиент нас находит через соцсети, через интернет-магазин. Но, к сожалению, этих людей не так много сейчас. С дизайнером мы работаем следующим образом. Первое – это наши соцсети, которые являются нашей витриной, или даже каналом, который знакомит их с новинками, или просто поддерживает с ними связь. Во-вторых, у нас работает отдел продаж, который напрямую связывается с каждым дизайнером. Мы отправляем материалы, каталоги, и поддерживаем с ним связь в течение года-двух. От знакомства с дизайнером до факта продажи через дизайнера это может пройти как минимум полгода. Нет такого рынка, который на 100% сформировался. Нет таких прецедентов, наверное, производства в России такого масштаба, как у нас. Создавать этот рынок и продвигать свой продукт достаточно тяжело. Но это очень интересно, и мы видим большую перспективу, поэтому мы все этим заняты очень сильно. Нас знают в России. Нас узнают, и наш продукт нравится в Европе. В 2018 году мы участвовали в двух европейских выставках. Это в Милане и в Париже. Мы сейчас работаем с пятью агентами, которые работают и как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Что касается развития на российском рынке, мы сейчас охватываем большее количество магазинов, большее количество онлайн-площадок. И хотелось бы, чтобы все, что связано с предметом интерьера из бетона, ассоциировалось напрямую с гараж-факторией. К мечтам, наверное, все-таки относится некий вариант пассивных продаж, когда люди заходят на сайт, им нравится, и они покупают. Когда не нужно убеждать, когда не нужно доказывать, когда человек увидел, ему понравилось, он купил. Дизайн у нас стоит во главе, и то, что мы сейчас делаем из бетона, это по причине того, что он нам сейчас больше всего нравится. Но также есть и мысли, которые невозможно воплотить в бетоне. Поэтому у нас в ассортименте есть и светильники из металла, также, возможно, у нас будут светильники из керамики, и эко-светильники, которые будут изготавливаться из переработанного сырья. С 2015 года мы себе не можем позволить отдыхать, потому что мы работаем 24 часа в сутки. Даже когда мы сидим дома, это не значит, что мы ничего не делаем. У нас в голове все равно роятся мысли, как сделать то, как сделать это, что новое придумать. И в этом вся наша жизнь.